Это песня на иврите. На самом деле это Басанова, которая была перевезена на многие языки, включая иврит. Вот это ивритский вариант. Поскольку здесь собрались настоящие ценители авторской песни, я могу сказать, что это не просто Басанова, это одна из басанов, которые напрямую повлияли на становление так называемой восточно-сибирской школы Басановой, Рома Ланкин, Игорь Иванов, Федя Туперковенко и многие другие замечательные люди. В конце 80-х услышали ее и несколько других на поинственной кассете, попавшей, значит, непонятно откуда, город Томск, где они проживали в то время. Они были уверены, что это вот то самое, вот родная, значит, португальская мола. Пока им там не объяснили, через примерно год, люди, которые знали португальский язык, что это ни разу не португальский. И я, как израильтянин, в общем, некоторым вроде горжусь, что именно этот вариант, именно вот эти аранжировки, в переводе замечательного израильского, к сожалению, ушедшего поэта Иуда Монора, в общем, вот теперь интерпретируется нашими замечательными исполнителями. А вообще это Лени Шурдемараеш, человек, в общем, поэт и музыкант, который, в общем, открыл многих первых музыкантов, Карлоса Жабима, но это не Жабима, это Баден Пауэлл, это второй по известности человек в этом жанре. Это очень грустная песня, вот. Она в оригинале называется «Самбо и прелюдио», «Самбо с прелюдией». В ивридском варианте она называется «Самбо дешнаем», «Самбо вдвоем». Поют два человека, ну, разумеется, если человек и люди, человеки уже, ну, расстались, у них все плохо, они поют по очереди. Вот, ну, в общем, если вы плохо разбираетесь в ивриде, вы не расстраивайтесь, там будет некоторое услабление вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok